откуда возникает эти проблемы почему у меня таких проблем не было было один раз в 2006 году когда я просто там уехал в лес и перегорел у меня скорее всего было не из-за того что у меня была проблема я один раз не смог поставить стоп я просто перегорел у трейдеров такое очень часто бывает даже понимать там торговать 8 10 12 лет в напряженном состоянии это очень и очень тяжело поэтому когда вы постоянно чем-то занимаетесь и психуете то есть в какой-то момент вам обязательно сорвёт башню это вы прекрасно понимаете давайте я скажу почему принципе у меня не было таких проблем я в том что мне изначально повезло может наверное больше даже чем вам в чем в принципе мне повезло мне повезло однозначно только в одном что когда я пришел в трейдинг меня сразу посадили на риск мальчик основная в принципе проблема которая всех преследует это отсутствие просто элементарного плана алгоритма системы но давайте начнем просто вот с того как я пришел в трейдинг ну смотрите я прихожу фирму галку это был ноябрь девяносто восьмого года я уже сдал все лицензии я прихожу мне говорят потеряешь свои деньги все да больше с нами нет то есть я сразу понял одну вещь что никто никто шутить не будет что таких герчиков как я у них тысячи проходят и если ты там пришел и потерял свою денежку все ты в ауте но это не тот из вас скажешь можешь пойти где-то еще до работы нет там уже дорабатывать нельзя было если тебя фирму выгоняла назад тебя уже никто не брал то есть ты уже понятно был лузер а вот когда я пришел в фирму первое принципе что мне помогло почему принципе я испугался я понял и дверь что второго шанса у меня не будет в этом есть у вас очень большая проблема вы думаете и знаете что у вас у всех есть второй шанс ну ничего страшного я пойду сейчас кубышечки денежку достану дома там возьму жене там шубу не куплю и потрачу эти деньги там на трейдинг и буду учиться но я же хочу трейдер стать это ошибка номер один вы прекрасно понимаете что ничего хорошего из этого нет то есть я понимал одну вещь и что у меня нету вообще запасного никакого аэродрома то есть если я в этой компании не смогу удержаться то я никому не нужен таких пацанов как я которые там сдали лицензии и работают было очень много особенно выпускники колледжев особенно выпускники очень дорогих колледжев и люди у которых есть деньги или люди у которых у родителей деньги прекрасно понимали что не могли принести там двадцать пять тысяч тридцать тысяч долларов и торговать спокойно фирме это люди были у которых которые были очень системные вы должны понимать одну вещь что люди которые учатся в очень сильных заведениях студенты которые приходили в нашу фирму это был колумбийский университет а это был гарвард это был ел ель это был и мы идти самый лучший бостонский институт технологические математика физика это был нью-йоркский университет инваю то есть это были люди которым я не просто вообще не конкурент был я вообще там за выражение даже рядом не стоял это было люди которые действительно очень хорошо учились мой босс не брал никого меньше там с чем круглые отличники там все пятерки он прекрасно понимал одну вещь что если человек учился на одни пятерки значит этот человек по сути дела прикладывал больше усилий чем кто-то другой и когда я пришел мне конкретно сказали что второго шанса не будет если по простому ты его там просрешь то досвидос я сказал ну вот а если вдруг что-то не так пойдет если вдруг что-то не так пойдет извини друга то есть ну ничего сделать не смог и когда ты работаешь на такси по 15 по 16 часов в день и ты понимаешь что у тебя другой жизни нет и ты либо здесь пытаешься состояться ты понимаешь что вариантов нет это единственный вариант который это у вас есть проблема почему очень многие из вас занимаются этим партайм то есть времени то есть вы там уделяете себе два-три дня в неделю для того чтобы спокойно поторговать вот это основная проблема которая а присутствует в от которой у меня отсутствует то есть я по сути дела не было вдвойне тяжело потому что я дрожал когда ты дрожишь то есть когда ты боишься вылететь ты естественно боишься торговать мне пришли и сказали второй раз послушай внимательно если ты будешь здесь сидеть и занимать место и не торговать и не приносить фирме комиссионные ты вылетишь ты прекрасно понимаешь значит что у тебя на весах такой жестокий мир капитализма если вы думаете что я утрирую я абсолютно не утрирую ты на одной стороне на одной руке понимаешь что у тебя ты не можешь просрать деньги потому что тебе выкинут и ты не можешь не торговать потому что тебя тоже выкинут то есть у тебя получается безвыходное положение и ты тогда понимаешь и приходишь к тому что если ты будешь строить хорошую правильную систему у тебя тогда только появится шанс для того чтобы состояться в трейдинг основная проблема которую со мной случилось первое на одной стороне руки я боялся потерять на второй стороне руки я понимал одну вещь что если я не буду торговать вместо меня возьмут кого-то другого так называемого продюсера который будет зарабатывать фирме деньги и третья самая большая проблема вот это была самая большая проблема это то что у меня не было больше денег донести то есть я понимал что я не могу донести например 5000 долларов потому что у меня их не было я не могу донести 5000 долларов и спокойно сидеть торговать и думаю даже если 3000 потеряю я научусь то есть у меня вся математика все математические ожидания все три параметра были абсолютно против меня то есть у меня не было крупной суммы денег у меня не было времени и я должен был торговать я обязан был торговать иначе по простому меня бы с фирмы поперли то мне очень повезло что с первого дня я научился торговать очень сильные сетапы очень сильные то есть я понял одну вещь что я не могу ошибаться и естественно это как один выстрел один патрон вот в прямом смысле слова представьте на вас нападает у вас есть один выстрел один патрон и естественно вы не будете стрелять в воздух вы действительно очень хорошо прицелитесь и выстрелите и действительно мне это очень сильно помогло очень сильно помогло потому что я научился торговать очень сильные картины вот вы знаете не последних несколько недель на кто торгует форекс на форекс ничего хорошего не вообще ну то есть не было каких-то прям сильных моделей и И каждый день на своем телеграме я выхожу и записываю видео, говорю, ребята, вы посмотрите, видите, как хорошо, что мы никуда не полезли, какие узкие движения, упал АТР, АТР сейчас очень маленький, там по евро, по фунту и по всему остальному, то есть если там что-то ходит, то более-менее, может там золото немножко ходит, и нефть умерла, то есть сейчас таких сильных сетапов для того, чтобы заходить там на Форексе, их практически нет. Вот это то, чему я научился. Потом я понял одну вещь, что нужно расти. Естественно, я себе прописал, как я буду расти. Но я никогда старался не выходить из комфортной зоны, потому что в трейдинге, вот очень внимательно запомните, выход из комфортной зоны может быть очень печальный. У меня был период, когда я не мог перейти с 300 акций на 500. То есть вот просто у меня, просто какой-то ступор стоял, какой-то вот реально барьер какой-то, стена какая-то. Я не мог торговать больше, чем 300 акций. То есть 3 лота. Вот не мог и все. Я приблизительно на 3 лотах сидел 3 месяца, потому что у меня просто мандражировали руки. Потому что я вижу, что я покупаю на 100 тысяч, 150 тысяч долларов. Можете себе представить, что это такое для человека, который зарабатывал на количество тысяч долларов, и тут он берет позиции на 100 тысяч долларов. Я понимал, что я просто не могу перешагнуть этот потолок. Не забывайте одну вещь. И в трейдинге, и в жизни вам всегда придется себя ломать. Всегда. Как бы вы ни хотели, что бы вы ни делали, но вы должны выходить из комфортной зоны. Я себя заставлял. Я помню, когда я перешел на 400 акций или на 500, я неделю просто мандражировал. И обычно, знаете, вы все прекрасно знаете, кто знает, поставьте плюсики, что когда у тебя, ты только поднимаешь объем, тебя начинают откидывать назад, потому что ты не привык к этому объему. Я просто себе неделю заставлял каждый день, сказал, что неделя сейчас закончится, я посмотрю цифры, и тогда я буду принимать решение, что мне нужно. Благо, все нормально, я отработал неделю на 400, я перешел на 500, и с 500 я очень легко перешел на 1000. То есть вы должны не бояться, когда вы чувствуете себя комфортно, вы должны не бояться поднимать объем. Вот это основной фактор. Я не боялся поднять объем. То есть когда я увидел, что я понимаю, что я делаю, я с 500 вообще удвоил сразу объем и перешел на 1000 акций, потом перешел на 1000, 1400, 1600 и 1800. То есть будем говорить так, трейдинговую карьеру, именно дейтрейдинговую карьеру, я закончил приблизительно на объемах 2000 акций. Но у меня было 350 позиций. Можете себе представить, я мог сидеть, я мог сидеть приблизительно 750 тысяч акций одновременно. Не количество акций, а, будем говорить так, если сказать в лотах, у меня было 7500 лотов. Я мог брать 750 тысяч акций, у меня рекорд дня был. Я проторговал один день, 2 миллиона 300 тысяч акций, один, за один день. Но я очень медленно к этому шел, очень медленно. Я шел быстро, только если я чувствовал себя комфортно, я понимал, что я делал. В трейдинге, знаете, очень многие говорят, очень смотришь этих бизнес-коучей, коих миллионов. Вот надо выводить себя из зоны комфорта. В трейдинге надо очень аккуратно быть в зоне комфорта, потому что любой выход из зоны комфорта, он на самом деле может тебя наказать. Потом, не забывайте золотое правило, что сначала ты работаешь на статистику, а потом статистика работает на тебя. Когда я увидел свои цифры и понял, что там у меня 80% положительных делок, я тогда стал, по сути дела, понимать, что я все правильно делал. Самый лучший вообще урок, который я получил когда-то в своей жизни, был от моего босса. Это был Уолтер. Он сказал мне одну вещь. Я никогда не могу контролировать, сколько денег ты заработаешь. Но я могу контролировать, сколько денег ты потеряешь. Я тебе не дам терять, потому что ты будешь терять мои деньги. И знаете, что самое хорошее было? Даже когда я стал зарабатывать деньги, у меня не был какой-то космический риск-менеджер. У меня его не было. То есть у меня цифра моего риска на день соответствовала тому, что если бы даже я там месяц не зарабатывал и терял бы, я бы не потерял супермного денег. Для того, чтобы все финализировать, и надеюсь, вы услышали корень, который я хотел сказать. Первое. Надо выстраивать свою систему. Пока вы и когда выстраиваете свою систему, ваши объемы должны быть очень маленькие. Второе. У вас обязательно должна быть полностью статистика. Третье. Никогда в жизни, никогда не торгуйте, когда у вас плохое настроение. Если вы чувствуете кисло, или дома что-то случилось, неважно, поругались с женой, там поругались с тещей, заболел ребенок, или вы себя плохо чувствуете, никогда не лезьте в тренинг. Никогда. Я научился этому, будем говорить, в тяжелой вариации. И самое главное, зона комфорта должна быть очень аккуратной. Очень аккуратной. Поэтому это очень и очень важный фактор для вас.